Все зависит от вашего уровня жизни, сколько вы зарабатываете. Если у вас высокая зарплата, вы не пострадаете серьезно. Но для большого количества французов, которые получают меньше тысячи евро, высокие цены стали серьезной проблемой. Все постоянно дорожает. Сегодня люди уже начинают протестовать. Цены выросли на многие вещи. Самые невообразимые цены – это на продукты. Например, обычные макароны подорожали на 50%. Не стоит забывать про заоблачные цены на электричество и бензин. Несомненно, высокая стоимость энергоресурсов повлияла на все сферы жизни. Например, чтобы произвести йогурт, вам нужно не только молоко, но и энергия. Есть все шансы, что через два месяца мы просто не сможем найти йогурта в магазинах. Все дорожает из-за проблем с энергетикой. Многие производства вынуждены закрываться. Они попросту не могут платить по счетам больше. Если говорить об энергетическом кризисе, то я могу сказать вам одно. Никто здесь, в Париже, вам не признается, что на самом деле кризис произошел из-за войны, из-за Украины. Все будут говорить, что из-за Путина. Мне кажется, что наше правительство проводит неправильную энергетическую политику. Наше руководство сделало неверный выбор в отношении энергоресурсов, которые поступали из России. Я считаю, что мы только в начале этого кризиса, но уже через несколько недель мы получим счета за коммунальные услуги и электроэнергию. И я думаю, что они нас неприятно удивят. Но мы хотя бы в хорошем положении, у нас есть достойная работа, мы сможем оплатить эти счета. Конечно, мы уже серьезно экономим, мы больше не путешествуем, о летних отпусках можно забыть. А что будет с людьми с более низким достатком? Я думаю, что для них это будет серьезной проблемой. Банально купить продукты, в магазинах все дорожает, это большая проблема для них. Мне кажется, что сейчас наступили непростые времена для всех. Мы пытаемся найти выход из сложившейся ситуации. Пытаемся экономить. Все подорожало минимум на 5-10 процентов. Я считаю, что многие компании зарабатывают на этом кризисе, зарабатывают на войне. Они говорят людям, что вынуждены из-за этого поднимать цены. Но с моей точки зрения, это лживый предлог. Причин сложившегося кризиса много. Это война, пандемия, непростое постковидное положение. Но мне кажется, что многие компании выгодно зарабатывают на этом. И это неправильно. Профит от этой ситуации, и это не нормально.